Еще один старый знакомый Радия Хабирова приехал в Башкирию. Правда, временно. С руководителем Роскомнадзора России Александром Жаровым Хабиров занимался вопросами борьбы с запрещенной информацией в интернете. Сейчас эту тему обсуждает в правительстве Башкирии. Зло в интернете, оно многолекое изменяется, и, в общем, нам надо реагировать на вновь появляющиеся вызовы и угрозы. Этим и занимается Роскомнадзор. Контролирует соблюдение закона в сфере средств массовой информации, информационных технологий и связи. Самый громкий проект ведомства – блокировка мессенджера Телеграм. Тогда перестали работать сайты вузов, платежных систем, сервисов регистрации на авиарейсы, системы продажи электронных полюсов. Однако Телеграм работает до сих пор. Напомним, в прошлом году Павел Дуров отказался передавать ключи для дешифровки переписки пользователей, что требовал закон Яровой. Сейчас по ее инициативе введены новые ограничения. Перед Новым годом по инициативе депутата Яровой введены новые категории запрещенной информации, которые должны блокироваться внесудебно. Это информация, которая провоцирует детей и подростков совершать радиообразные действия. Это и сообщества, пропагандирующие криминальный образ жизни типа АУЕ. Вот были резонансные трагедии с убийствами и стрельбой в школах. Это, в общем, все пришло из западного сегмента сети интернет. Этот перечень добавляется к уже существующему. Он приписывает блокировать информацию о распространении потребления наркотиков, продаже алкоголя, самоубийствах, о базартных играх, экстремизме и призывах к несанкционированным массовым мероприятиям. Граждане госорганы помогают Роскомнадзору. За прошлый год поступило около 400 заявок. 50 тысяч судебных решений поступило к нам за 2018 год, на основании которых информация удалялась и блокировалась. Но Башкирия здесь стоит, в общем, достаточно активно работает суды. В 2018 году из судов Башкирии к нам поступило более 3000 решений о признании информации запрещенной к распространению. Уполномоченная по правам ребенка Башкирия предложила подключить родителей школьников к выявлению запрещенного контента. Это, по ее мнению, позволит сделать интернет чище. Вот по данным опроса Фонда развития интернет, 32% российских школьников проводят сети 8 часов. Если посчитать в году, это практически 3,5 месяца, не выходя круглосуточно. Онлайн-активность детей и подростков постоянно растет. Если 7 лет назад возраст был первичного входа в интернет, работы в интернете, это 9-10 лет, то на сегодняшний день, как это странно не прозвучит, 2-6 лет. За безопасностью работы детей в интернете будут следить и учителя. Этому в Башкирии обучат 7 тысяч преподавателей. В Рио министр образования Башкирия озвучил главе Роскомнадзора еще несколько предложений. Насколько это возможно, на федеральном уровне обязательно рекомендовать интернет-провайдерам блокировать сайты, не связанные с задачами образования и воспитания в образовательных организациях и возложить на них ответственность за доступ на эти сайты. И на уровне республики, возможно, Радий Павлович, разработать, централизованно внедрить, желательно бесплатно в общеобразовательных организациях, программное обеспечение, отвечающее именно за блокировку сайтов, не связанных с вопросами обучения и воспитания. Вообще хотели проанализировать состояние характера образования, прежде всего, школьного в нашей республике, и понять, что мы можем сделать правительством, муниципалитетом, для того, чтобы все-таки наше образование было образованием именно 21 века, и самое главное, чтобы нашим детям в школах комфортно училось. Эти вопросы, а также безопасность в интернете и в соцсетях обсудят на первом образовательном форуме. Участие в нем примут директора школ, эксперты, педагогическое сообщество. Форум пройдет в Уфе 1-2 февраля. Алина Таюпова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.